Детский сквер Я помню, что в голосовании просила, чтобы была зона для детей, скамейки, и чтобы оставили зеленые насаждения, деревья не рубили. И это все, конечно, учли. Мне понравилось, что деревья оставили. Это часто бывает. На других площадках срезали под ноль деревья, и в жару, на солнце, летом некуда вообще спрятаться, тенька нет. Здесь, конечно, молодцы. Очень быстро провели ремонт. Сделали красивые дорожки, резиновые покрытия, скамейки поставили, новые качели. Благоустройство сквера стоимостью более 96 миллионов рублей было завершено осенью прошлого года. Здесь появились игровые зоны, уличная мебель, высажены деревья и кустарники, обновлена тротуарная сеть, установлено новое освещение, появилось видеонаблюдение. Особенностью обновленного парка стала инклюзивная детская площадка для детей с ограниченными возможностями, кое в городе можно пересчитать на пальцах. Поставили вот эту вот интересную зону с какими-то новыми объектами музыкальными там. Песочницы в коробках. Мы долго думали, почему песочницы на ножках высоких. А потом мне одна женщина, которая как раз занималась проектированием вот этой площадки, объяснила, что это для инвалидов, чтобы они на своих инвалидных колясках подъезжали и могли там руками играть. Я живу в этом районе. Хочу сказать, что, конечно, благоустроили, лучше стало, но не хватает, например, качелей детских, горки для детей не хватает. Желательно был бы фонтан, маленький хотя бы, чтобы водичка была, а дети так были бы, хорошо играли. Благоустройство стало возможным благодаря онлайн-голосованию в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Ежегодно жители городов и муниципальных округов Чувашии сами выбирают территории, которые, по их мнению, должны быть благоустроены в первую очередь. В прошлом году на реализацию программы было выделено 430,5 миллионов рублей. Обновлены 30 общественных пространств по всей республике. Например, в Новочебоксарске была благоустроена пешеходная зона по улице 10-й Пятилетки протяженностью 2,5 километра. А в Шумерли и Алатре преобразились парки и скверы. В Чебоксарце проголосовали за благоустройство четырех территорий. Скверы по улице Ивана Франко, Школьного бульвара, скверы на площади Республики и Обиковского леса. Семья Александровых завсегдатая Обиковского леса. Почти каждый день зиму они встают на лыжи и катаются в родном парке. Раньше о благоустройстве этой территории, говорят, можно было только мечтать. И перспективы дальнейшего благоустройства их радуют. Каждый день приходим, катаемся и с палками ходим. Внуки, летом внуки здесь тоже нравятся. У меня внук, это средненький, он вообще любит баскетбол играть. Нравится, вот в прошлом году построили, здесь он играл хорошо. Ну, детям всем нравится, конечно. Только первый год же сделали, а так-то до этого мы только говорили об этом, мечтали. Только мечтали об этом, да. А так-то начало есть уже, и уже хорошо. Так, в Обиковском лесу по результатам голосования 2021 года прошел первый этап обновления участка леса, который пользуется спросом у горожан. В прошлом году подрядчик демонтировал там старое оборудование, выполнил обрезку аварийных деревьев, корчевку пьей, обустроил универсальную спортивную площадку с ограждением. Работы были оценены в почти 5 миллионов рублей. Жительница Чебоксар Ольга Семенова вместе со своими детьми регулярно прогуливается по лесу. Тем, как преображается парк, она вполне довольна, хотя есть у нее и свои предложения. Проживаю в этом окрестностях, часто гуляем здесь. Хорошо бы было, чтобы здесь была своя спортивная площадка, детская площадка, современная, с современными игровыми комплексами. Как в центре города или на заливе, очень хотелось бы, чтобы такое было. Очень хотелось бы, чтобы были парки обустроены и скамейки, чтобы было где посидеть. В 2023 году в рамках второго этапа благоустройства появится детская площадка у дома по улице Магнитского, установит дополнительное спортивное оборудование у баскетбольной площадки и обустроит к ним пешеходные дорожки. На все это будет направлено почти 11 миллионов рублей. Окончательно завершить работы планируют в 2024 году. Преобразился в прошлом году и сквер на площади Республики. Обустроили тротуары, установили освещение и систему видеонаблюдения, чему горожане очень рады. Стоимость реконструкции объекта – 37 миллионов рублей. Место, которое, безусловно, является центром притяжения горожан и гостей столицы, сдали в декабре. Очень удобно ходить через этот, ну, как бы, условно называемый огород. Но сейчас стало лучше, да, скамеечки хорошие, приличные, урны, деревья подсвеженные, клумбы, надеюсь, будут летом красивые. Огород, как его прозвали в свое время студенты близлежащих вузов, считается одним из наиболее популярных мест отдыха в городе. К тому же и одним из старейших. До ремонта картина была здесь неприглядная. Асфальт пришел в негодность, а скамейки прогнили. А теперь сквер не узнать. В настоящее время на благоустройство выделяется значительное количество средств. И каждый год в республику поступают федеральные средства, на которые мы можем реализовать проекты благоустройства общественных территорий. Но чтобы попасть в эту программу, чтобы участвовать в ней, территория должна пройти отбор. Отбор именно гражданами. Выбирать объекты благоустройства, которые могут преобразиться в 2024 году, жители республики начнут уже в апреле. 15 числа стартует голосование на федеральной платформе городсреда.ру. В нем будут участвовать 5 городов и 21 муниципальный округ. После завершения опроса и определения новых объектов для преобразования начнется разработка проектно-сметной документации. Причем сроки на получение положительного заключения экспертизы добавляют в управление архитектурой и градостроительства столичной администрации весьма сжаты. Конец лета. Иначе в следующем году работы по обустройству общественных пространств могут и застопориться. Каждый муниципалитет нашей республики представит на голосование несколько территорий на выбор, которые мы можем благоустроить в 2024 году. То есть, получается, голосование, которое прошло в прошлом году, территории будут реализованы в этом году. В настоящий момент все эти территории уже законтрактованы и проекты будут реализовываться. В прошлом году был реализован сквер, в котором мы находимся, а также сквер Ивана Франко. Иначе проект «Обиковский лес». Также участвовал в голосовании «Школьный бульвар». Он будет реализован в этом году в связи с тем, что там было необходимо провести синхронизацию с сетями. То есть, сначала отремонтировать сети, а потом поверх уже сделать красивое благоустройство. Так что, все в наших руках. Голосуем и реализовываем прекрасное общественное пространство. На платформе «21 город Среда» будет проходить всероссийское голосование с 15 апреля по 31 мая, где могут принять участие все активные горожане в возрасте 14 и старше. От жителей республики всего-то требуется зарегистрироваться на общероссийской платформе городсреда.ру по выбору объектов благоустройства на 2024 год через портал госуслуги, выбрать свой регион и населенный пункт и поставить галочку возле понравившегося дизайн проекта. Свой голос можно будет отдать и через волонтеров, штабы которых откроются в каждом муниципалитете. Узнаете вы их по характерной экипировке. Субтитры создавал DimaTorzok